Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в проекте Joomla Sensei, это 34 урок. Мы с вами практически настроили шаблон, а именно главную страницу нашего сайта по подобию демо данных. И давайте теперь в этом уроке мы рассмотрим внутренние настройки данного шаблона. Переходим в админку нашего рабочего сайта, переходим в расширение менеджер шаблонов и заходим в наш шаблон GM Services. Открывается страница, первая страница у нас тут идет приветствие, логотип конторы, которая создала этот шаблон Joomla Monsters.com И вот здесь вот слева мы видим кнопки, переходим в Basic Settings. Мы уже с вами немножко заходили в эти настройки, когда загружали логотип. Смотрите, если мы логотип отсюда удалим, нажав вот на эту кнопку крестик, да, вы сможете написать лого текст какой-то, чтобы был вместо логотипа текст. И description описание можете написать ниже в поле. Дальше Favicon Image. Маленькая картинка в углу вкладки браузера, то есть, например, вот где идет ваш сайт. Наверное, часто вы видели, да, отличительная черта у сайта. Это маленькая иконочка, как правило, на 16 на 16 пикселей. То есть, что вы делаете? Вы на Photoshop делаете квадратную картинку маленькую, 16 на 16, например, PNG или JPEG. И вот здесь вот, так же, как и логотип мы с вами загружали, вы загружаете, нажав на кнопку выбрать, то есть, загружаете сюда фавиконку. Например, вот видите, вот такого примерно размера. И вставляете, и у вас будет отображаться фавиконка. Двигаемся дальше. Следующая настройка, если вам нужен переключатель шрифта на статьях, чтобы человек мог увеличить или уменьшить. Давайте Enable это включить. Включим, сохранимся и посмотрим на сайте, где это. Смотрите, вот здесь вот появляется в каждой статье внутри, да, появляются вот такие кнопочки ААА. Если мы кликаем, то у нас увеличивается или уменьшается размер. То есть, вот как есть три буквы, уменьшенный, средний и большой. Увеличиваются буквы, видите, да. Если вам такой переключатель нужен, вы оставляете у себя его в настройках. Мне он не нужен, поэтому я его отключаю. Back to Top Button. Кнопочка полезная, советую не выключать. Видите, вот эта кнопочка. Прокрутка, видите, наверх. Вот в шаблоне можно отключить ее, если она вдруг не нужна, станет. Вот эта кнопочка. Она у нас включена, я ее тоже оставляю. Дальше Off Canvas Sidebar. Оставляем включенный. Мы с вами это уже разбирали. Поэтому здесь подробно я не останавливаюсь. То есть, это меню для мобильных устройств, да. Следующий, вот этот вот момент. Смотрите, включаем. Это своя, как бы, Off-страница для сайта. Мы с вами, когда Joom изучали, мы проходили с вами, как временно отключить сайт. Так вот, здесь есть своя уникальная страница с таймером обратного отсчета. Ниже есть такое поле с кнопкой. Вы кликайте по кнопку, открывается календарь. И вы выставляете, например, дату, да. Вот по стрелке. По одиночной стрелке переключается месяц. Ой, по этой переключается года вообще. То есть, 2019 год, видно, да. Оставляем, вот, например, смотрите, 2015. Декабрь 2015, например, до 31 числа не будет работать сайт. И вот эту кнопку мы включаем напротив. Сохраняемся. И давайте посмотрим, что у нас будет на сайте. Обновляем сайт. И вы видите, у нас высвечивается наш логотип. Показан таймер. Сколько осталось дней до открытия сайта. Ну, опять же, здесь, видите, у нас на английском языке это недостаток, да. Получается, это нужно лезть в файлы шаблона и переводить вот это все на русский. Дни, часы, минуты, вот секунды. Ну, и, соответственно, весь этот логотип у нас идет, он транслируется именно с того модуля, куда мы его загружали. И здесь, видите, как некрасиво серый фон. Но, скорее всего, вот этот фон легко сменить цвет. Сейчас мы еще дойдем до этого. Это в настройках у нас меняется. В общем, имеете в виду, у шаблона есть вот такая вот Ов-страница. Чтобы ее отключить, вы просто вот здесь вот на дне кликайте на кнопку Disable, отключить. Ниже идет кнопка Responsive Design, то есть адаптивный дизайн включено. Обязательно оставляем. То есть это вот перестраивание блоков, да. Если мы будем тянуть за край браузера и сузим браузер до размера мобильного устройства. Обязательно оставляем. А вот здесь ниже, это страница исключения, как я понял. То есть страница исключения, чтобы не было вот этого дизайна резинового, да, так сказать. Вот здесь эти страницы вы вводите. Здесь исключить я ничего не хочу, поэтому я здесь оставляю пустым. Сохраняемся. Так, одну вкладку мы с вами разобрали. Двигаемся дальше. Следующая кнопка. Вот это интересная общая ширина нашего макета. То есть ширина вот этого нашего макета. Очень удобно, если в шаблоне есть такая настройка. Мы можем контролировать макет. Делать шире или уже наш сайт целиком. И если мы наведем подсказку, то здесь говорят, что мы можем выставить 100%. То есть вместо PX ставим 100%. То есть 100% резиновый шаблон. Можете попробовать поставить, сохраниться и посмотреть, как это будет выглядеть. Следующий параметр 30 пикселей. Это расстояние между вот этими блоками. То есть между каждым. Расстояние вот этого 30 вы можете либо вообще убрать, либо увеличить расстояние между всеми вот этими блоками. Очень тоже удобная вещь. И ниже у нас очень гибко настраиваемые наши модульные позиции. Над каждой модульной позицией видно здесь заголовок позиции. И есть у каждой позиции вот такой в правом углу карандашик. Кликнув на карандашик, мы можем сделать нет. Отключить данный модуль. Либо нажать по умолчанию. Также у каждого позиции есть вот в углу вот такой вот 4 стрелки. Смотрите, мы можем зацепить за него мышкой и перемещать местами наши модульные позиции. То есть это очень удобно. Причем смотрите, если мы накликнем вот на эту кнопку. Customize Responsive Layout. То мы можем видеть, смотрите, для нормального, medium, для планшета и для телефона. Точнее это вот, не знаю, телефон или планшет. И вот есть еще мобильное отображение. И мы можем видеть, как отображаются, сужаются вот эти блоки для, например, разных устройств. И вы можете, например, для мобильного телефона, видите, появляются глазики напротив каждого блока, да. Кликнув по глазику, видите, превращается данный модуль, позиция модуля вот в такую полосочку сужается и глазик становится красным, да. То есть смотрите, мы можем, например, в данную позицию модуль вместить какой-то контент. На всех устройствах будет отображаться, а на мобильном устройстве, например, нам нужно сделать так, чтобы оно не отображалось. Тогда мы на мобильном устройстве кликаем по глазику, да, и скрывается. То есть контент не будет выводиться на телефоне. Это очень удобная вещь. Или можно вот по этому большому глазику скрыть обе позиции, которые находятся в одном диапазоне. То есть вот так удобно. И еще есть вот такая полосочка. Я ее, правда, не тестировал. Видите, у нас сужается вот этот модульный позиции, причем меняя размер. Вот 12, а теперь 6. Ну тут опять же надо более внимательно тут копаться, разбираться. Я думаю, что здесь уже вам не составит труда посидеть, посмотреть, как на что здесь что влияет. И кнопка со стрелочкой, видите, восстановить все по умолчанию. Вот эта вот кнопочка нижняя. Двигаемся дальше. Дальше у нас идут шрифты. Font Size, размер шрифта. По умолчанию 16. Вы можете определить размер вашего шрифта на сайте. Выбрав, например, вот первый пункт, тогда идет семейство шрифтов. Обычное семейство. Вы можете поиграться, посмотреть, повыбирать, какой лучше. Также можно подключить и Google шрифты. И ниже уже идут именно секции. Верхняя секция это базовые шрифты. То есть для каждого какого-то блока можно назначить свой шрифт. Горизонтальное меню свои шрифты, видите. Для модулей другие шрифты. И так далее. Здесь просто надо смотреть, выбирать размер, менять шрифт. Как лучше будет смотреться. Идем дальше. Интересная вкладка. Здесь у нас настройка идет всевозможных цветов. То есть всяких блоков. Например, модульных позиций и так далее. И также разбиты на секции. Например, глобальные. Смотрите. Вот Page Background. Задний фон, по идее. Если мы сейчас, например, изменим на какой-нибудь фон. Видите, зеленый. Давайте сохранимся и посмотрим, что у нас изменится. Вот, обратите внимание, вы видите, задний фон теперь весь стал у нас зеленым. То есть вот так вот все у нас меняется. Очень легко и удобно. Также можно вот Off Canvas Background поменять. Фонт Color, цвет шрифта, да. Все меняется здесь. Так что здесь просто переводите вот так строки. Выделяем, как я уже учил, да. Выделяйте вот эту строчку. Если английский не знаете, вставляйте в Translate Google переводчик. И переводяя текст, понимаете, о чем здесь речь. И уже знают, будете, где цвет сменится, да. Или еще быстрее вы просто можете каждый цвет поменять, обновить страницу и посмотреть, где цвет сменится. Так будет намного быстрее. Движемся дальше. Следующая кнопочка. Первая тема. Кастомайзер. Если мы включим, сохранимся, я вам лучше сразу покажу, что это даст. Обновляем сайт. У нас появляется вот такая здесь шестереночка. Если мы по ней кликнем, то у нас всплывают все опции, цвета. Точнее не все опции, а вот цвета опции, да. И фонт сайз. Это шестеренка обычно вставляется на быстром старте, когда разработчик демонстрирует возможности шаблона. То есть вы можете здесь менять, например, цвета и видеть на сайте, как это изменится. То есть уже сами смотрите, использовать его или нет. Я его отключу. Следующее. Я так и не понял, за что отвечает опция. Дальше. Если включим эту кнопку, то вы сможете здесь вставить счетчик Google Analytics. То есть Google Analytics, это чтобы он ввел подсчет ваших посетителей на сайте. Кто зашел, откуда зашел, сколько провел на сайте и так далее. Также можно счетчик посещаемости, например, от Live Internet попробовать вставить сюда, но не факт, что он будет здесь нормально смотреться. Если вы не знаете, как вставлять этот счетчик посещаемости, напишите мне где-нибудь в комментариях, то я сделаю об этом урок. Двигаемся дальше. Опции. Смотрите. Достаточно такие серьезные уже опции. Здесь надо быть внимательным. Это оптимизация. Оптимизация CSS в стиле. Оптимизация JS, то есть скриптов. И оптимизация HTML. Если мы все включим, сохранимся. И нужно внимательно просмотреть сайт. Если где-то посыпутся ошибки, то мы это сразу увидим. Там может нарушиться шаблон и так далее. Это может случиться тогда, когда что-то у нас нельзя, не нужно оптимизировать, иначе у нас так и будет это криво отображаться. Но если нам все-таки нужно все эти данные оптимизировать, а некоторые файлы ругаются и вылазят ошибки, как правило, в ошибке видно, какой файл ругается. У нас вот, в принципе, я посмотрел, все вроде нормально. То вот здесь вот ниже поле, то есть вот это поле, да, здесь вписываются файлы исключения. То есть все файлы, которые будут записаны здесь через запятую, которые, например, ругаются, да, то их система, шаблон не будет сжимать. То есть при условии, если мы вот эти файлы все включили в состояние Enable. В принципе, их оставляйте. Так, следующая вот эта опция, это уже для более продвинутых, поэтому пока мы это оставляем. Дальше. Здесь есть интеграция с Facebook. Здесь нужно включить кнопку и от Facebook IP ID вашего аккаунта вставить здесь. То есть тоже подробно здесь не буду останавливаться. Не считаю, что это очень уж полезная и весьма часто используемая фишка, и поэтому пропускаем. Дальше двигаемся. Здесь мы можем сохранить все наши настройки в файл. Название файла пишем и нажимаем Save. Также мы можем загрузить настройки. Уже, например, сохранили раньше настройки, да, или где-нибудь используем другой сайт с таким же шаблоном и не хотим, например, все настройки выставлять, как вы уже однажды выставили на другом сайте, да, вы можете на том сайте сделать сохранение, назвать как-то файл, там, например, 1, 2, 3, сохранить его, и уже на другом сайте в этом же шаблоне зайти в эту опцию и нажать на кнопку выбрать файл с компьютера и нажать потом на кнопку Upload, загрузить, да. То есть вот эта опция отвечает именно вот за это, сохранение конфигурации, ваших конфигураций. Движемся дальше. Ну, у нас осталось тут всего ничего. Документация. Следующая кнопка. Это у нас какая версия шаблона стоит, какая версия фреймворка мы используем, да. Ну и привязка модулей нам тут не нужна, потому что этот шаблон у нас по умолчанию, и он отображается у нас на всех страницах. Вот, в принципе, и все. Мы с вами разобрали основные настройки данного шаблона. Этих знаний, этих настройок вам будет достаточно, чтобы настроить под себя качественно, профессионально ваш сайт. Именно на этом шаблоне. На этом я с вами прощаюсь, и увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с Joomla, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном, тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...